Здравствуйте! Компания Progressive Media, меня зовут Кротов Андрей. В этом уроке мы поговорим о мастере установки. Мастер используется для установки решений или выполнения определенных операций на базе 1S Bittrex. Мастер – это инструмент, помогающий пользователю быстро и наглядно осуществить настройки и установить опции для выполнения той или иной операции в виде интерактивного интерфейса, который представляет собой последовательно сменяющие друг к другу шаги. Каждый шаг предназначен для выполнения определенных действий. Есть возможность пропускать шаги, основываясь на данных, введенных пользователем. Существует две модели поведения мастера. Первая – фиксация на каждом шаге. Это сохранение опций, настроек и непосредственное выполнение операции. Возможность отмены действий здесь отсутствует. А также фиксация в конце работы мастера, при которой вся необходимая информация собирается из введенных данных на каждом шаге, выполняются определенные действия, и мастер завершается установкой. Возможность отмены действий здесь существует. Для реализации собственного мастера с любой логикой есть возможность воспользоваться API, предоставляемого системой. Все мастера располагаются в директории Bittrex Wizards, системные в Bittrex Wizards, Bittrex. Они поставляются разработчикам продукта, и содержимое этой директории обновляется системой SiteUpdate, и не может быть изменено пользователем. Пользовательские мастера могут располагаться непосредственно в директории Bittrex Wizards или в любых других подпапках, которые образуют пространство имен мастера. Например, наименование мастера включает в себя пространство имен и непосредственно имя мастера. Например, Bittrex Sail Install. Если же мастер находится вне пространства имен, то оно в имя мастера не включается. Например, Sail Install. Централизованное хранение мастеров в одной директории обеспечивает большую целостность и понятность структуры сайта. Папка доступна для HTTP-запросов, позволяя тем самым мастеру подключить любые дополнительные ресурсы. А также мастер хранит все, что ему необходимо для работы в своей папке, поэтому мастера можно легко переносить между проектами. Обращаю внимание, что в файлах, к которым нельзя обращаться напрямую, необходимо обязательно использовать проверку на включении пролога. Рассмотрим содержание папки мастера. Откроем директорию Bittrex Wizards Bittrex. И для примера рассмотрим мастер Quark Furniture. В директории мастера могут содержаться следующие файлы и папки. Файл Wizard.php, в котором определяются все шаги мастера, является обязательным. Файл Description.php, содержит название, описание, а также ряд других характеристик мастера. Является обязательным. Под папка Leng содержит языковые сообщения, перевод мастера. В ней находятся под папки с именами, равными к кодам языков, в которых находятся файлы языковых сообщений мастера, имеющие такое же имя и находящиеся в той же иерархии, как и файлы мастера. Для создания мастера необходимо в файле Wizard.php определить все шаги и их содержимое. В каждом шаге можно определить, какие кнопки навигации будут показаны и на какие шаги они будут вести. Для этого используется класс, который обязательно должен наследоваться от CWizard.step и в котором должны переопределяться три метода. Init.step – это обязательный метод, который вызывается на момент добавления шага в мастер и предназначен для инициализации свойств шага. ID, заголовка и других. В этом методе необходимо обязательно определить ID шага. Метод showstep не обязательный, вызывается на момент показа шага пользователю и предназначен для определения содержимого шага. В переменную this.content записывается весь вывод шага. Метод onPostForm также не обязательный и вызывается на клик по любой кнопке навигации. В нем можно проверить входящие данные, отправить ошибки, изменить текущий шаг и выполнить любые другие действия. В логике мастера также используется класс CWizardBase, который является оболочкой мастера и содержит общие методы для всех шагов. Например, работа с переменами мастера, управление кнопками навигации и другие. Для каждого подключаемого мастера создается экземпляр класса CWizardBase. Замечание. Для получения доступа к методам класса CWizardBase в теле методов initstep, showstep и onPostForm нужно получить объект мастера с помощью метода CWizardStep.getVisor. Обычно содержимое шага представляет собой набор полей веб-формы и для упрощения работы с элементами веб-форме в классе CWizardStep содержатся методы для создания текстовых полей, флажков, переключателей и т.д. В файле Description.php, который является обязательным, определяется массив R-WizardDescription, который описывает характеристики мастера. Он может иметь следующие ключи. Name. Название мастера. Description. Описание. Version. Версия мастера. Icon. Иконка. Charset. Кодировка файлов. Dependencies. Зависимости мастера от модулей. Значением должен быть массив, содержащий ключи вида ID-модуля со значениями версии модуля. Templates. Шаблоны мастера в виде значений массивов, имеющими следующие ключи. Класс. Имя класса, описывающего шаблон. Script. Путь к файлу, в котором определен класс шаблона относительно папки мастера. Step. ID-шага, для которого определяется шаблон. В случае отсутствия ключа Step, данный шаблон будет определен для всех шагов мастера. В ключе Step Settings содержится настройки системных шагов. Ключами этого массива являются коды системного шага. Значением является массив, описывающий настройки системных шагов. Title. Заголовок шага. Subtitle. Подзаголовок. Content. Описание шага. Класс. Имя класса, определяющего пользовательский шаг. Script. Путь к файлу, в котором определен данный класс. Steps. Это массив названий классов, содержащий ключи вида ID-шага со значениями названия класса шага, определяющих дополнительные шаги после системных шагов. Для мастера системой определены два шаблона по умолчанию. Один подключается при запуске мастера из административного раздела, второй же при запуске мастера из публичной части сайта. Существует возможность разработки собственного интерфейса. Шаблон мастера определяется классом, который обязательно должен наследоваться от класса C-Wizard-Template. В этом классе необходимо переопределить метод getLayer, который должен вернуть HTML к шаблону мастера. Внутри шаблона мастера обязательно должны быть определены следующие макросы. FormStart. Начало формы. Макрос будет заменен тегом начала формы. FormEnd. Макрос для тега закрытия формы. Макрос Content будет заменен содержимым на текущего шага. И Buttons – область кнопок навигации. Если необходимо разделить область навигации на отдельные кнопки, то для этого можно использовать следующие макросы. Button Previous – кнопка назад. Button Next – кнопка далее. Button Cancel – отмена. И Button Finish – кнопка готова. Чтобы воспользоваться методами класса C-Wizard-Base в теле переопределения функции getLayout, необходимо получить ссылку на экземпляр мастера. После определения класса шаблона мастера в файле Description.php, включая Templates, массива R-Wizard Description, необходимо описать шаблон, указав название класса, файл, где находится класс, а также ID шага, для которого будет применен шаблон. Шаблон можно определить как для всех шагов мастера, так и для конкретного, указав в ключе Step ID шага. Запуск мастера можно производить разными путями. Из административного раздела это можно сделать, перейдя в список мастеров, административный раздел, настройки, настройки продукта, список мастеров. Далее выбираем нужный мастер и в колонке «Идействие» нажимаем на кнопку «Установить». Также мастер можно запустить из публичной части с использованием хедера и футера. Рассмотрим пример реализации мастера импорта RSS ленты в инфоблок с возможностью выбора соответствия полей RSS свойством элементов инфоблока. Для начала определим, какие настройки пользователь сможет менять в мастере, разбив их по шагам. Допустим, оставим для первого шага возможность выбора ID инфоблока и путь к RSS ленте. А для второго оставим возможность выбора соответствия полей RSS свойством элементов инфоблока. Итак, для начала создадим пространство имен мастера. Перейдем в раздел «Bitrix Wizards». Добавим директорию с наименованием «My Wizards». Далее создадим папку с названием «Parse RSS». Для начала укажем версию мастера. Для этого создадим файл «Version.php». В нем определим версию в массиве R-Wizard-Version. Далее файл «Описание» это «Description.php». Сначала добавим служебную часть. Подключим файл «Version.php». Подключим файл «Version.php». Теперь непосредственно описание мастера массив R-Wizard-Description. Наименование и описание мастера будем брать из языковых файлов. Версию из массива R-Wizard-Version. И в Steps запишем наименование классов шагов нашего мастера. MainFields – основной шаг, запрос на ID-инфоблок и путь к RSS-ленде. AdditionalFields – выбор соответствия полей RSS в полям элементов. Summary – завершение работы мастера. Сохраним файл. Теперь создадим папку «Lang», в которой будем хранить языковые файлы мастера. Создадим файл «Description.php». Добавим перевод для имени мастера и описание. Теперь добавим файл «Wizard.php». Давайте проверим, появился ли мастер в списке мастеров. Перейдем в административный раздел «В список мастеров». Мастер появился. Теперь перейдем непосредственно к логике шагов. Откроем файл «Wizard.php». Для начала создадим класс первого шага «MainFields». Этот шаг предназначен для сбора информации, выбора ID инфоблока загрузки данных из RSS и непосредственно путь к RSS. Добавим обязательный метод инициализации шага «InitStep». В нем определим ID текущего шага. Укажем заголовки и навигацию. Установим кнопку «Далее» с привязкой к следующему шагу с ID «AdditionalFields». Добавим языковые сообщения в соответствующий ленд файл. Теперь добавим классы и методы инициализации для остальных шагов «AdditionalFields» и «Summary». Навигация для шага «AdditionalFields». Кнопка «Назад» ведет на предыдущий шаг с ID «MainFields». Далее устанавливается завершающий шаг с ID «Summary». И наименование кнопки перехода на него «Загрузить». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Далее устанавливаем шаг с ID «Summary». В навигации для summary мы указываем кнопку отмены как «Действие для закрытия мастера». И устанавливаем шаг отмены как «Текущий с ID summary». И наименование кнопки как «Готово». Добавим в ленговый файл и перевод. Добавим два оставшихся необязательных метода «ShowStep» и «OnPostForm». Вывод содержимого и обработка данных соответственно. Определим содержимое шага в методе «ShowStep». На первом шаге работы мастера нам необходимо получить список инфоблоков. Поэтому подключим необходимый модуль. Получим ссылку на объект мастера. Теперь получим список инфоблоков, сделав соответствующий запрос. В данном случае в массив «RIBlocks» собираются все инфоблоки, включая «ID», значение и строка, включающая наименование. Перед тем, как формировать HTML шага на вывод, напомню, что нам необходимо выводить поля формы. Для работы с ними предусмотрены специальные методы класса «CWizardStep». Например, метод «ShowInputField» возвращает HTML инпута с типом, именем и атрибутами, которые можно указать во входящих параметрах. В некоторых случаях можно создать собственный метод для работы с полями. В нашем случае понадобится метод для работы со списками формы для вывода списка инфоблоков. Для этого создадим этот метод в специальном вспомогательном классе. Зададим класс под названием «ParseRSSWizardTool». Ахх! Продолжение следует... Продолжение следует... Поставь… При « FORCelli Bleck». Продолжение следует... Поставь… Этот метод принимает входящие параметры – наименование списка, массив значений и массив атрибутов. Здесь мы получаем ссылку на объект мастера, чтобы воспользоваться встроенными методами для формирования имени селекта в рамках мастера, вывода атрибутов и установки выбранного пользователем значения списка. Теперь сделаем вывод содержимого формы на текущем шаге. Будем выводить необходимые поля в таблице. В первой ячейке – наименование настройки, во второй – элемент формы. Для формирования списка инфоблоков воспользуемся собственным методом. Для инпута пути к RSS – специальным методом thisShowInputField с входящими параметрами – типом инпута, именем и массивом атрибутов. Для валидации формы можно добавить JavaScript проверку на момент клика по кнопке навигации. Для этого получим необходимые нам в скрипте параметры – наименование формы, ID кнопки Next, имя списка инфоблоков и имя инпута пути к RSS. Скрипт проверяет, выбран ли инфоблок и установлен ли путь к ленте, и в противном случае возвращает алерт с ошибками. Через функцию AttachEvent устанавливается привязка функции CheckMainFields, срабатывающей при клике на кнопку Next в навигации. В этой функции происходит проверка ID инфоблока и длины строки пути к RSS. В случае ошибки возникает алерт с описанием ошибки из ленговых файлов и функция возвращает полос. Добавим последний метод текущего шага – метод проверки входящих данных onPostForm. Здесь аналогично получаем ссылку на объект мастера. Далее, так как метод onPostForm вызывается при клике на любую из кнопок навигации, мы должны предусмотреть ответ на клик по кнопке отмена. Далее мы проверяем входящие поля, аналогично проверке на JavaScript, но для RSS добавляется проверка на доступность ресурса. Для вывода ошибок используется метод шага ThisSetError, который принимает текст ошибки и имя поле в форме, к которому она относится. Проверим, как работает первый шаг мастера, запустим мастер. Проверка на JavaScript работает. Проверка в методе onPostForm также работает. Давайте возьмем для примера RSS ленту Rambler. Так, валидация прошла успешно, мы видим следующий шаг. Следующий шаг это шаг AdditionalFields, выбор соответствия полей RSS, свойством элемента инфоблока. Шаг инициализации уже есть, поэтому создадим метод ShowStep и сформируем содержимое шага. Добавим вспомогательные методы. Перемена RSSFields предназначена для хранения полей RSS. Метод parseRSS будет сохранять поля RSS в переменную RSSFields, непосредственно парсить RSS и возвращать массив результата. Добавим метод возвращения полей RSS. Продолжение следует... А также метод, который будет возвращать стандартные поля элемента инфоблока. Продолжение следует... Далее логика вывода такова. Получаем данные из RSS с помощью нашего метода parseRSS. Затем заполняем массив свойств элемента стандартными полями и свойственными, полученными в результате запроса CI-блок-проперти-get-lead. Затем выводим все поля RSS в цикле и соответствующие им свойства элемента в виде списка с именем, включающим наименование поля RSS. Добавим метод onPostForm. Метод предназначен для непосредственного импорта ленты в инфоблок, исходя из настроек, указанных пользователем. Вначале стандартное получение объекта мастера, проверка на кнопку отмены и подключение необходимого модуля. Затем логика следующая. Производится импорт RSS ленты и в цикле по каждой новости формируется массив полей для нового элемента инфоблока, исходя из соответствий, которые установил пользователь. В случае ошибки добавление формируется ошибка мастера через thisSetError. В конце работы метода через wizardSetWar создается переменная мастера элемент cnt, который хранит в себе количество добавленных элементов инфоблока. Проверим вывод текущего шага, запустив мастер. Как видим, появились поля RSS и соответствующие им поля элементов инфоблока со свойствами. Теперь остался последний шаг мастера, это summary. На этом шаге не будет метода обработки данных onPostForm, так как все необходимые действия по импорту совершаются в методе обработки данных шага additionalFill. Поэтому добавим метод showStep, в котором на вывод отправим количество созданных элементов инфоблока. Продолжение следует... Итак, мастер готов. Давайте проверим его работу. Создадим инфоблок, в который будет происходить импорт данных из RSS. Добавим свойства link. Поп-дэйт. И категории, соответственно, для хранения ссылки, даты публикации и категории новости. Произведем импорт новостей в инфоблок новости партнеров. Давайте запустим мастер. Укажем инфоблок и путь к RSS. Установим соответствие полей. ID новости будем хранить в XML ID. Заголовок это наименование элемента. Линк в свойстве ссылка элемента. Описание добавим в описание для анонса. Дату публикации будем хранить в свойстве в update. И категорию в категорию. Запустим импорт. Мастер указывает, какое количество элементов было создано. Теперь перейдем в инфоблок и посмотрим результат. Видим, что создано 15 элементов. В свойствах элемента присутствует свойство RSS ленты. В данном уроке мы познакомились с мастером установки и его функциональной логикой. Рассмотрели пример реализации мастера импорта RSS ленты в инфоблок с определенными настройками на каждом шаге. Напомню о том, что логика мастера подразумевает пошаговый ввод и обработку данных из интерфейса. И для этого используется класс C-VisorStep, который содержит в себе обязательный метод инициализации InitStep, а также необязательный ShowStep, вывод с режима шага и OnPostForm, обработка введенных данных. Мастер может быть подключен в публичной части с использованием хедера и футера и запущен в административном разделе в списке мастеров.